Средо основных невыкананных показчиков вала вы региональный продукт, продукционный спрос и экспорт товаров. Хоть и тут ситуацию можно оценивать по-разному. По вселяким выпадку, ни один из этих показчиков не оказался нижейшим за минулогодние. Наиболь складанная ситуация, бадай, у сельской господарции, где снизились как объемы отрыванной продукции, так и экспорт. И хоть вырабленного хапилака полностью задаволюсь потребам региона, в наступном году в работу Галины будут унесены пылные коррективы. Головное – створить тривалую кормовую базу для живеолога доли. Тады можно будет различать на повелешение объемов и творчестве продуктов харчаванья. В текущем году мы ставим задачу нарастить объем производства более 120% растеневодства, животноводства, сделать упор на сеноводство и молочное скотоводство, и вращивание корреса. У субъезда с тем, что у Гомельской области вырабляется больше, как 20% промысловой продукции Беларуси, ГТГ-лине особливая увага. У прошлые годы проведена модернизация широкого буйных предприемств, побудованы и новые, по колькости реализованных инвест-проектов Гомельшина серед лидеров. Бадай адзины, а проблема у такой ситуации – цяпер субъекты господарения повинны вертать буйные кредиты, что оказывает ответный вплыв на их деятельность. Потрабой активизации – процесс укоронения навыковых распроцовок. Будучие экономики – за инновационными проектами. У Гомельской области в этом плане великий потенциал, по колькости навыковых установ, и она заступает только Минску. А про шатого региону есть разумение, у яким на керунку необходимо рухаться. Подтверждением можно лишить у знагарожения старшини Абл-выконка Молодимира Дворника грамоты Совета Министров Республики Беларусь. Это признание заслуг Гомельской области у подрыхтовцы и проведение первого форума регионов Беларуси и Украины. Главой государства поставлена задача к 2025 году нарастить ВВП в стране 100 миллиардов долларов США. Это очень напряженная задача. И нельзя ждать 20-х каких-то годов, а надо сегодня уже думать об этих заделах. Поэтому надо, в том числе и на Гомельщине, подумать о новых проектах, о новых заделах, которые дадут результат уже в следующей, безусловно, пятилетке. Это тема для всех. Для науки, для органов власти и для субъектов хозяйствования. Но в Гомельской области есть главное преимущество, главный, мне кажется, такой потенциал. Это человеческий фактор. Здесь очень хороший директорский корпус, очень мобильная команда в областполкоме. Я уверен, что они эту задачку успешно решают.